Всем доброго времени суток. Решила записать видео, хоть таких и достаточно много в интернете, но я думаю, что будет полезно увидеть это видео даже тем, кто уже знает о метамаске, потому что есть некоторые функции, которые не все используют. В этом видео мы как раз их и разберем. Видео подойдет как для новичка, так и для этого человека, кто пользуется метамаском, но, к примеру, не знает, что в метамаске можно изменить какие-то настройки. Метамаск является одним из самых удобных криптокошельков. Вот почему люди так часто используют его для обмена активами, для участия в IDO и для выполнения основных криптофункций. Метамаск был создан для удовлетворения потребностей безопасных и удобных веб-сайтов на основе Ethereum. В частности, метамаск может обрабатывать управление учетной записью и подключение пользователя к блокчейну. Помимо того, что вы можете управлять учетными записями, вы еще можете подключать аппаратные кошельки, при этом изолируя их от контекста сайта. Это позволяет значительно улучшить безопасность по сравнению с хранением пользовательских ключей. Чтобы установить к себе на компьютер этот криптокошелек, нужно перейти на сайт metamask.io. Безумно важная заметка. Обратите внимание, что сайт должен быть именно metamask.io, потому что достаточно много в интернете появилось фишинговых сайтов, где вы заходите, не посмотрев куда, качаете приложение и, соответственно, теряете все свои средства. Ссылочку на достоверный сайт, где можно скачать metamask, вы найдете под этим видео. Пожалуйста, используйте именно правильную ссылку, потому что в другом случае это чревато проблемами и потерей финансов. Для того, чтобы показать, как не должно быть, где нельзя ни в коем случае скачивать приложение, я нашла несколько фишинговых сайтов, которые пытаются обмануть пользователей. Здесь вы можете увидеть совсем неверный адрес сайта, где также яркий заголовок о том, что загрузите расширение metamask к себе на компьютер. Вот здесь второй сайт, который пытается поймать фишингом пользователей. Поэтому, ребята, будьте бдительны и переходите только по правильным ссылкам. Заходим на сайт и для того, чтобы установить приложение, нажимаем кнопочку либо же в правом верхнем углу, либо же в центре тыкаем на «Загрузить сейчас». Нас перебрасывает на страничку загрузки. Приложение автоматически определяет, что я использую браузер Firefox и предлагает сразу на него инсталлировать metamask. Но если мы проскролим вниз, то можем установить для необходимого нам браузера для Chrome, Firefox, Brave и Edge. Эти четыре браузера поддерживают приложение metamask. И помимо этого, мы можем установить кошелечек metamask к себе на телефон, на iOS, либо же на Android. Для этого мы переходим по необходимой нам вкладке. В данном примере я буду скачивать приложение на Firefox браузер, поэтому нажимаем кнопочку «Установить расширение для Firefox». Нажимаем кнопочку «Добавить», «Снова добавить». Здесь мы можем поставить галочку, если мы хотим, чтобы в анонимном окошке открывался наш metamask. Но лучше этого не делать. Тыкаем на кнопочку «Ок» и, соответственно, наша лисичка появилась в правом верхнем углу у нас в расширениях. Дальше нажимаем на кнопочку «Начать», после чего у вас выскакивают две функции – импортировать уже существующий кошелек metamask в браузер, либо же создать новый. Сейчас мы будем с вами разбираться, как создавать новый кошелек, поэтому нажимаем «Создать кошелек». Дальше выскакивает окошко, где расширение metamask просит помочь его улучшить. И, соответственно, здесь пишется о том, что metamask хотел бы собирать данные об использовании, чтобы лучше понять, как клиенты взаимодействуют с расширением. Вы можете дать разрешение metamask, отправлять анонимизированные события кликов и просмотров страниц, но эту функцию вы сможете отменить через настройки. И здесь пишется, что metamask не будет фиксировать ваш IP-адрес, не будет собирать ключи, адреса и всю конфиденциальную информацию. Но вы в полном праве нажать кнопочку «No thanks» и, соответственно, не дать разрешению собирать информацию о анонимных кликах, что, соответственно, я и советую сделать. Нажимаем «No thanks» и дальше у нас перебрасывает на окошко, чтобы создать пароль. Здесь мы создаем любой пароль с минимальным количеством 8 символов, после чего нажимаем галочку «Согласиться со всеми условиями» и нажимаем «Создать кошелек». Здесь давно было подгрузиться видео, но почему-то оно не работает, а о секретной фразе metamask, для чего она нужна, как ее использовать. Секретная фраза восстановления – это 12 слов, которые расположены в нужном порядке. Это главный ключ к вашему кошельку и, соответственно, ко всем средствам, которые находятся на этом кошельке. Здесь есть несколько рекомендаций, как сохранить эту секретную фразу восстановления. Первое, что вы можете сделать – это сохранить ее в менеджере пароле, который также зашифрован, хранить в банковском хранилище, хранить в сейфе, либо же записать и хранить в нескольких секретных местах. Также важно заметить, что ни в коем случае не сообщайте никому секретную фразу, не вбивайте ее ни на каких сторонних сервисах и сайтах, потому что вы можете потерять все свои активы. С помощью этой секретной фразы любой человек сможет зайти в ваш кошелек и вывести все ваши средства. Нажимаем кнопочку «Next». Для того, чтобы увидеть секретную фразу восстановления кошелька, нам нужно нажать на замочек, после чего у нас открывается 12 слов в необходимом порядке. Приметочка. Я показываю сейчас эту фразу на видео, потому что я сразу же удалю кошелек и никогда уже не буду им пользоваться. В вашем случае эту фразу не должен видеть никто, кроме вас. После того, как мы раскрыли нашу секретную фразу, ее нужно сохранить в надежном месте. Как вариант, вы можете скопировать ее, добавить на флешку, либо же на съемный диск, который будет находиться в надежном месте. Либо же, как вариант, вы просто можете запомнить 12 слов. Главное, потом их не забыть. Если вы совсем переживаете за то, чтобы ее никто не украл, перепишите на листочек и не копируйте эту фразу в буфер обмена, поскольку есть вирусы, которые могут собирать информацию с буфера обмена. Дальше у нас выскакивает окошко «Подтвердить свою секретную восстанавливающую фразу» именно в том порядке, который был изображен до этого. Нам необходимо заполнить данное поле, нажимая на слова в нужном порядке, что мы сейчас и сделаем. Если мы неправильно ввели наши слова, то, соответственно, вот здесь не загорится кнопочка «Подтверждение». Для этого нам нужно снова понажимать на слова, чтобы они исчезли с поля ввода и ввести в нужной последовательности. Нажимаем кнопочку «Подтвердить», принимаем «Поздравление» и нажимаем «Что? All done». Если вы хотите синхронизировать этот кошелек с мобильным устройством, то вы просто можете установить «Метамаск» на телефон, сканировать данный QR-код, и, соответственно, этот же «Метамаск» появится у вас в телефоне. Все, мы создали наш кошелек, и для того, чтобы изменить название, мы нажимаем на троеточие, «Детали аккаунта», нажимаем на карандашик, и, соответственно, вписываем необходимое имя. После чего нажимаем галочку, и наше имя сохранилось. Ниже под названием отображается номер нашего кошелька. Мы можем его скопировать для того, чтобы отправить другу для получения криптоактивов, либо же мы можем скопировать его и добавить в заполнение формы на лайтлист. В общем, номер вашего кошелька вы можете пересылать. Это не секретная информация. Главное, чтобы вы никому не пересылали приватный ключ, либо же секретную фразу восстановления «Метамаска». Изначально при установке «Метамаска» вы можете взаимодействовать с токенами ERC20. Если вы хотите взаимодействовать с другой сетью, к примеру, BIP20, что является сетью Binance Smart Chain, либо же Polygon, то вам необходимо добавить пользовательскую сеть. Для этого на компьютере нажмите на текущую сеть, выскочит такое окошко, где нужно нажать «Custom ERC», и, соответственно, вручную в поля вбить реквизиты необходимой вам сети. Инструкцию, как это сделать, можете увидеть сейчас у меня на экране. Перейти к этому видео и посмотреть, какие данные нужно вводить для разных блокчейнов. Обратите внимание, что адрес вашего кошелька будет одинаковый в любом из блокчейнов. Будь то Binance Smart Chain, либо же Ethereum, адрес кошелька не меняется. Во вкладке «Assets» у вас будут отображаться ваши активы на кошельке. Во вкладке «Activity» будет отображаться история транзакций, которые вы проделали в «Метамаске». Внутри «Метамаска» вы также можете создавать новые счета. Но обратите внимание, что все они будут принадлежать одной seed-фразе. И таких аккаунтов внутри одного кошелька может быть огромное количество. Для того, чтобы его создать, вы нажимаете кнопочку «Create Account», придумываете имя кошельку, нажимаем кнопочку «Create». Все, кошелек создан. Теперь вы можете переключаться между этими двумя кошельками. Номера кошелька будут разные, но если злоумышленник получит seed-фразу, то, соответственно, он получит доступ ко всем вашим кошелькам. Поэтому настоятельно рекомендую не создавать внутри много аккаунтов, а импортировать аккаунт, потому что с этой помощью второй ваш кошелек будет защищен. О том, как импортировать кошелек, мы поговорим с вами в другом видео. В «Метамаске» также есть функция подключения аппаратного, то есть холодного кошелька. Вы можете использовать эту функцию, нажав кнопочку «Connect Hardware World». К «Метамаску» могут подключаться два вида аппаратных кошельков – это Ledger и Trezor. Это сделано для большей безопасности, вы можете сохранять свои активы на холодных кошельках, подключая к «Метамаску», когда вам необходимо сделать обмен, либо же отправку. В настройках вы можете изменить валюту, язык. Для удобства вы можете переключить «Метамаск» на русский, а также изменить аватар профиля. Когда вы заходите в «Метамаск», он будет у вас открываться небольшим по размеру окошком. Для того, чтобы было удобно все настроить, вы можете перейти и развернуть на полное окно. Для этого вам нужно нажать троеточие, развернуть вид, и, соответственно, ваш «Метамаск» будет отображаться на все окошко. Во вкладке «Реквизит и счета» вы можете найти адрес вашего кошелька и также QR-код для удобства отправки средств. Вы можете использовать не адрес кошелька, а просто навести скан на QR-код и переслать сюда средства. К примеру, если вы высылаете деньги с биржи, с телефона. Также в «Метамаске» есть функция обмена токенов, которая называется «Своп». Нажимаем на вкладочку, здесь выбираем актив, который нам необходим. К примеру, BNB мы хотим обменять на кейки. Здесь мы можем выставить проскальзывание и после чего нажать кнопочку «Проверить своп». Но поскольку «Метамаск» берет за это большую комиссию, лучше это делать на «Панкейк-свопе» в случае «Бинанс-март-чейном», либо же на «Юнисвопе», если вы взаимодействуете с сетью «Ерсит-20». Для того, чтобы отправить активы, нам нужно нажать кнопочку «Отправить» и, соответственно, сюда вбить номер кошелька, куда мы хотим перевести активы, либо же нажать на квадратик «Разрешить Метамаску использовать камеру», после чего у вас включится камера, где вы сможете преподнести вот так QR-код и, соответственно, сюда отправить деньги. Еще одной функцией, которой мало кто знает, является функция подключенных сайтов. Когда вы нажимаете на эту кнопку, у вас открываются все сайты, к которым подключен ваш кошелек. В данном случае я подключила этот кошелек к IDO-платформе PolkaStarter. Для того, чтобы отключить сайт от кошелька, нужно нажать на корзинку, после чего нажать кнопочку «Отключить». И когда мы обновим страницу PolkaStarter, можем увидеть, что нам снова нужно будет подключать наш кошелек. Вот здесь нажав на кнопочку «Connect Wallet». И когда мы вернемся к нашим сайтам, мы увидим, что на данный момент кошелек ни к чему не подключен. Для чего вообще знать о этой функции? Это важно, потому что вы можете подключаться к разным площадкам, которые потом на протяжении всего времени могут иметь доступ к кошельку. И вы не знаете, насколько надежна та или иная площадка, что с ней может произойти. В том числе с площадки могут вывести средства. Если ваш кошелек подключен, то также могут иметь доступ к вашему кошельку. Либо же, если вы подключились, к примеру, Pancake к свопу, и у вас не хочет проходить транзакция, то есть своп не хочет работать, вы можете зайти в подключенные сайты, отключить вот здесь вот Pancake к свопу и, соответственно, обратно подключиться. Таким образом, вы перезапустите этот процесс, и ошибка может уйти. То же самое относится к IDO-площадкам. Вы можете отключаться от IDO-площадок и переподключаться снова, чтобы убрать какой-то глюк. Когда мы создали кошелек, у нас отображается только эфир на счету. Отправив токены к себе на кошелек, вы можете не увидеть их на балансе. И чтобы токены отобразились на балансе кошелька, их нужно туда добавить. Ранее добавить токены в MetaMask можно было с помощью кнопочки Add Token. Но после обновления MetaMask до последней версии она исчезла, и для того, чтобы добавить здесь новый токен, вам нужно нажать на кнопочку Import Tokens. После чего вы можете ввести вручную название токена, к примеру, 1inch. Вот вы только вводите циферку 1, у вас сразу выбивают подходящие варианты. Выбираем то, что нам необходимо, и нажимаем кнопочку Далее. После чего нажимаем Import Token. После чего наш токен отобразился в нашем кошельке. Но есть и второй способ добавления токенов. Нажимаем Import Token, нажимаем на вкладочку Пользовательский токен. И здесь, в открывшемся окне, нам необходимо предоставить адрес смарт-контракта токенов. Найти его можно на обозревателе блокчейна сети, например, BSC Scan для сети Binance Smart Chain и Ether Scan для сети Ethereum. Для этого нам необходимо скопировать номер кошелька, ввести его в строку поиска, нажать поиск. И после чего в этой вкладке у нас отобразятся все активы, которые у нас есть в данном случае на Binance Smart Chain, поскольку мы находимся на Explorer BSC Scan. Нажимаем на вкладку и можем пролистать и посмотреть все, что у нас находится на кошельке. К примеру, мы хотим добавить токен LaunchZone, переходим на него, копируем смарт-контракт, добавляем в поле адрес контракта токенов, ниже автоматически подтягивается тикер, то есть аббревиатура этого токена, после чего мы нажимаем кнопочку Add Custom Token. Нажимаем Import Token и вот наш токен теперь будет отображаться здесь. Либо можно использовать второй вариант, зайти на CoinMarketCap или как альтернатива CoinGecko. И здесь ввести токен, который нас интересует. Возьмем токен, который называется Pulse от площадки полка Starter и в строке контракта мы можем найти необходимый смарт-контракт. Но обратите внимание, что смарт-контракт одного и того же токена на эфире и на Binance Smart Chain будут меняться, поэтому если вам нужно добавить токены Pulse на Binance Smart Chain, мы нажимаем кнопочку More, опускаемся ниже и копируем именно этот смарт-контракт. Если мы хотим добавить токены Pulse на эфире, то мы копируем адрес с этого поля и соответственно добавляем его в наш кошелек MetaMask. Давайте еще раз вместе с вами это проделаем. Нажимаем пользовательский токен, вводим смарт-контракт, подтягивая тикер токена, добавляем. Все, теперь наши токены отобразятся на балансе и в дальнейшем вы сможете взаимодействовать с ними. И последняя функция, которую я хотела вам показать, это то, что можно скрыть токены без баланса. Эта функция находится в настройках. Переходим сюда, вкладка общие настройки, опускаемся вниз и вот здесь ставим галочку скрыть токены без баланса. Возвращаемся обратно и можем увидеть, что пропали наши токены Pulse и OneInch, поскольку их нет в нашем MetaMask. Это сделано для удобства, чтобы у вас не отображали все подряд токены с нулевым балансом. Но если у вас не так много токенов с нулевым балансом, вы можете сделать это вручную. Для этого переходим на сам токен, нажимаем во вкладочке скрыть OneInch, после чего высвечивается окошко предупреждения о том, что после того, как вы скрыли токен, вы можете обратно добавить его вручную. Нажимаем скрыть и отображение токена OneInch исчезло с MetaMask. Но это не значит, что пропали сами токены, которые у нас есть. К примеру, если бы у вас было количество 10 токенов OneInch и вы вручную скрыли бы его с MetaMask, это не значит, что вы их удалили. Это значит просто, что они не отображаются у вас в вашем кошельке. Но на Explorer они будут отображаться. Ну что, ребят, надеюсь, эта инструкция была для вас полезна. Напишите в комментариях, узнали ли новые какие-то фишки. Если да, то напишите какую. Буду рада увидеться в новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всегда много полезной и важной информации. Пока-пока.